Здравствуйте! Это программа Перекрёсток. Меня зовут Евгений Макеевский. Сегодня мы поговорим о дистанционном образовании. Мы уже говорили о том, как справляется с обучением сейчас в вузах нашего города. Пришло время колледжей, училищей, которые работают у нас в Череповце. И очень интересное. Мы решили сегодня поднять тему о том, как же все-таки творческие студенты сейчас учатся на дистанционке. Светлана Боброва, директор училища искусства и ремесел имени Верещагина у нас в гостях. Здравствуйте, Светлана Светлана. Здравствуйте! Майские праздники, объявленные с 1 по 11. Подписано постановление губернатора о каникулах. Вы как? Уходите на каникулы? Как вы будете работать с вузами? Да, у нас так же, как у всех выходные дни. Мы, как и все учреждения культуры, образовательные учреждения России, перешли в дистанционное обучение. Конечно, для нас это было очень сложно, но раздумывать было некогда. Это, знаете, как стреттофуги, когда одно, один голос накладывается на другой голос. Действительно, рассуждать было некогда, поэтому мы промониторили, как и какие технические возможности есть у наших преподавателей и у наших студентов, и обеспечили все возможное от нас. Конечно, сложностей очень было много, но я думаю, что сейчас мы работаем в полном объеме и выдаем полный материал. Скажите, с одной стороны, есть дистанционное обучение, где теории больше. У вас же все-таки больше практики, например, хореографии, например, театральное мастерство. На сегодняшний день я бы хотела отметить, что, например, художники у нас перешли очень спокойно на дистанционное обучение. Но если взять, конечно, хореографию, музыкантов, ну, немного могу пояснить вам. Так как я музыкант и бывший преподаватель, я, конечно же, наедине должна обучаться, обучать своего ученика и находиться с ним в классе. Я должна не только слышать, как он играет, как он исполняет произведение, я должна смотреть за его руками, за его дыханием, за его амбушюром, как он берет это дыхание. Мы должны работать над фразировкой. Но в сегодняшних условиях по интернету, то, что звук искажается полностью, это действительно невозможно. Так что запаздывает иногда? Конечно, конечно. То есть у многих преподавателей срывается интернет, нет связи и так далее. Конечно, все это сложно. Но мы надеемся, что это мера временная. И действительно, скоро наступит конец этому. Мы тоже все ждем этого светлого будущего. Да, мы все ждем тоже светлое будущее. Поэтому многие преподаватели в разных формах работают. И дают консультации, и дают вебинары, и проводят онлайн-уроки. Многие ученики делают запись. Например, пианисты делают запись и отправляют преподавателей. А преподаватель уже, в свою очередь, слушает эту запись и непосредственно дает рекомендации, как нужно играть, над чем нужно поработать. То же самое с хореографией. Ну, понятно, что все это очень сложно, но все в таких условиях, как и мы. Поэтому мы приняли решение, что наши преподаватели дают комбинации, которые необходимо выучить. Те комбинации, чтобы ребенок мог это каким-то образом... Была возможность это выполнить в тех условиях, в которых он находится. А это аж домашние условия. Особо не развернешься. Ведь хореографам нужно поле для деятельности. Зеркало и станок. Да, и зеркало, и станок. И вообще нужна определенная площадь, где бы мог он делать круговые движения, прыжки. Ну, соответственно, такой возможности нет. Поэтому, чтобы ребенок у нас и студент был в форме, мы даем ему разные упражнения, растяжки, комбинации. И тщательно следим за выполнением этим. Следим за дисциплиной. То есть на сегодняшний день у нас настолько все, как бы, можно сказать, даже жестко, что преподаватель следит за своими студентами, за ВПЦК, за преподавателями, а мы уже за общей картиной учебного процесса. Вот, кстати, какой-то учебному процессу. Он как-то пострадает, как-то удлиниться, сократиться. Что-то вы перенесете на следующий год. У вас же очевидно, что есть какая-то практика. Что будет с ней? Понятно, что сейчас все меняется каждый день, но тем не менее. Ну, понятно, да, все будет зависеть, конечно, от ситуации. И какие-то дисциплины мы постараемся сейчас зачесть по итоговой аттестации. А какие-то дисциплины, конечно же, нужно будет перенести по срокам, чтобы можно было выполнить их очно. То есть все-таки изменения в плане будут? В плане изменения, да, будут. А практики? У вас есть практика? Да, практика есть, но она сама собой. Мы попробуем ее как-то организовать в следующем году. Тратив больше времени на практику. То есть практика, соответственно, переносится. Но не переносятся выпускные экзамены. Выпускные экзамены нет. Что думали? Выпускные экзамены мы планируем перенести. Если они раньше у нас проходили в начале июня, то сейчас мы переносим выпускные экзамены на конец июня. То есть точные даты пока что у нас неизвестны, но варианты проведения выпускных экзаменов у нас есть. И также мы ждем рекомендации Министерства науки и Министерства культуры, методические рекомендации, распоряжения, как это проводить, в каком виде это будет, дистанционно или очно. Ну вот могу сказать, что в принципе художники и теория музыки спокойно мы можем провести экзамены в онлайн-режиме. Ну а хореографы, допустим, как? Ну хореографы и, например, у нас не только хореографы страдают, а также у нас пострадали хоровые коллективы. Кстати, про хор я тоже думаю. С одной стороны в зуме можно собрать весь хор на электронной площадке, с другой стороны ведь как-то это и не попоешь, так каждый поделится. Нет, это, конечно, это очень сложно. Конечно, мы надеемся, что ситуация изменится. Но вот сегодня буквально обсуждала с заведующим хоровым отделением, как это все можно провести. Есть у нас варианты проведения. Но все равно надеемся, что проведем очно. Ну мы тоже все на это надеемся. Еще раз напоминаю, что на светлое будущее. И, конечно же, нужно учесть, что эти дети, наши выпускники, они же учились 4-5 лет. Мы их всех знаем. Мы знаем, как они занимались, какое было отношение к учебе. В принципе, мы понимаем, какой уровень выпускника у нас будет. Я хотел поговорить о вступительных экзаменах, но вы меня вернули к выпускникам. В связи с этим выпускные праздники, какие-то выпускные отчетные концерты, что-то будет у вас? Вы думали об этом? И как они будут теперь проходить? Ну, что я хотела бы отметить. Конечно, экзамены будут проходить. Мы не выходим из графика только в онлайн-режиме. Сейчас у нас прошел академический концерт, сдавали народное отделение. Поэтому все выходят в онлайн-режим и сдают нам свои партии, сдают нам свои произведения. Наши преподаватели это прослушивают и ставят оценки. Выпускные вечера. Выпускные вечера, это, конечно, все сложно. Но тоже продумываем, так как мы люди творческие, я думаю, что идеи у нас будут. Вот недавно ко мне звонили наши выпускники и предлагали провести дискотеку в онлайн-режиме. Поэтому я думаю, что я сейчас к этому подключусь и мы что-нибудь придумаем. Скажите, вообще, в вашем творческом училище принято какой-то отчетный концерт, допустим, на завершение? Конечно, конечно. Какие есть традиции? Конечно, у нас и отчетные концерты. Отчетные концерты по отделениям идут. Каждый год это апрель, май, это все отчетники. Но здесь понятно, что отчетных концертов не будет. И каким-то образом нужно это, наверное, немножко перетерпеть. То есть из традиции? Да, то есть если мы хотим сохранить здоровье наших уникальных преподавателей и наших талантливых детей, то нужно идти на какие-то меры. Не получилось в этом году и конкурс Северной Рапсоди. Он вообще будет? Конкурс Северной Рапсоди был проведен в апреле месяце. Как раз в самый разгар. У нас даже были приняты все заявки. Поступило очень много заявок. И конкурс пользуется огромной популярностью среди российских исполнителей, зарубежных исполнителей. Но как только вся эта ситуация началась, конечно же, мы предприняли с департаментом культуры о переносе конкурса на ноябрь месяц. Подготовка. Все было подготовлено. Были договорены с членами жюри. Должны были приехать очень шикарный, известный кларнетист. Также саксофонист. То есть, ну, в принципе, как бы работа шла. К нам подключились партнеры. Нам очень помогла компания ФосАгро. Она у нас является генеральным партнером. И компания Северсталь, и компания Морсен. И как-то все хорошо так объединились в единую цепочку. То есть, со всеми были договоренности. Даже поступили на счет финансирования. Но при этом конкурс переносим. Поэтому призы лауреатам будут закуплены. И я думаю, что впереди у нас серьезное мероприятие. Которое стоится в ноябре. Да, самое главное, не пострадает ли состав участников. Потому что перенос сроков ведь все равно планируют. Смогут ли осенью приехать к нам и гости. Видите, мы все продумали. То есть, мы сами музыканты. Мы подумали и приняли решение, что осень это самое лучшее время. Так как дети начинают, студенты начинают учиться с сентября месяца. В принципе, у них будет готова новая программа. И они могут приехать со старой программой. Исполнив ее на нашем конкурсе. В принципе, не должно пострадать число участников. Да, да, да. И главное, чтобы зрители Череповецкие и Вологодская публика, которые следят за этим фестивалем, тоже не пострадали. А вернетесь ли вы в тот же график? То есть, по силам ли вам будет сделать конкурс в ноябре, и потом в апреле уже вернутся? Потому что опять-таки мы в севере светлое будущее, и что вот этот коронавирус, это такая единичная история, не будет у нас больше таких больших карантинов. Или не думали вы еще над тем, как... Я думаю, что, вы знаете, у нас такой опыт организации конкурсов, что проблем с этим не будет. Проблем не будет с этим. Единственное, мы сейчас продумываем вопрос о том, чтобы конкурс проводить не ежегодно, потому что мы сейчас тоже с Департаментом культуры обсуждали, мы хотим провести другой проект, тоже важный для нашего города, и чередовать эти проекты. Поэтому конкурс с Рапсодио мы хотим проводить через год. Ну и хорошо, и вопрос решился сам. Поэтому вопрос этот сам решится, а мы будем готовить к другому проекту. Если говорить, возвращаться к вступительным экзаменам, как вы прогнозируете вступительный сезон в этом году? Ну, про прием мы уже с вами поговорили, о том, что ждем рекомендации, и вообще все может измениться, и может быть с июня все откроется, пожалуйста, приходите, приезжайте. Будет ли что-то новое в вашем училище? И вообще ждете ли вы сокращения набора? Наоборот, те, кто побоится ехать в другие города, ринятся в училище искусств, и у вас тут конкурс будет, несколько человек на место. Ну, вы знаете, в последнее время, может, вы и сами слышите, что училище искусств очень так развивается, у нас открываются новые специальности. Вот в этом году у нас первый выпуск театралов, и также мы должны делать набор, поэтому в этом году у нас увеличили контрольные цифры приема на 10%, и мы должны их выполнить. Но количеством состава это сколько, 10%? Ну, где-то около 80 человек. Плюсом? Плюсом, да. Да, это очень здорово для нас. Так как мы должны дальше развиваться и делать набор на новые направления. Но в чем такая вот изюминка? Мы давно уже, несколько лет назад, перешли к тому, что уже делая предложение на контрольные цифры приема, мы ведь сами даем предложение, что мы можем выполнить и кого мы можем набрать. Я уже в ноябре, в начале года знаю, кто ко мне придет по фамилии. Кто ко мне придет на музыкальное отделение, кто придет ко мне на хоровое отделение. Есть, конечно, то, что есть не проблемы, а действительно проблема в том, что очень большой конкурс на художественное отделение, на дизайнеров, на живопись, на театральное отделение, на хореографию. Если в том году, например, было выделено 16 человек контроля цифры приема, то подали заявление около 80 человек. Ну как вы регулируете между этими, кому в этом году отдали больше мест предпочтения? Какому факультету? Художным, контентам, музыкантам. Музыкантам. Чего? Ну, во-первых, мы должны развивать это направление. У нас и город нуждается в музыкантах. И также у нас существует эстроносимфонический оркестр, чтобы в дальнейшем наши же дети работали в нашем оркестре, потому что оркестр пользуется популярностью. Это очень интересный такой вот наш проект. И, конечно же, мы отдаем музыкантам. И тем более, что они есть сейчас, эти музыканты. Вот, кстати, откуда вы знаете пофамильно? К вам уже приходят заранее с сентября и говорят, Светлана Стойславна. Мы сами, мы ведем проформинационную работу, мы выезжаем в сельские местности и работаем с детьми, с директорами. Мы отсматриваем детей, контролируем их, даем методические рекомендации, мастер-классы. То есть у нас это такой процесс, который, вы знаете, он годами длится. Мы знаем, что, например, Маша Иванова сидит в кадуе, играет на скрипке. Так мы эту Машу мотивируем, развиваем. И мы понимаем, что на завтра к нам должна поступить. Ну, хорошо. Давайте вернемся еще к театралам. Как себя показал у вас выпускной? Уже можно подводить какие-то итоги. Стоит, не стоит? Хорошее ли это под спорь? И опять-таки, я полагаю, что эти актеры останутся у нас в нашем городе. Ну, я думаю, что вот именно эти театралы, вот этот курс, он такой очень сильный. Очень такие дети у нас действительно талантливые дети. Я вот сама восхищаюсь ими. Я вот сейчас делаю с ними проект. Называется этот проект «Дневники детей войны». И как раз вот идею эту предложил Матвей Пирушкин, их преподаватель. И вот сейчас мы вместе, практически с ним вдвоем, делаем этот проект. Сейчас он будет выложен на Культ.Инфо. Поэтому дети, конечно, очень талантливые. И я думаю, что им надо учиться, ехать и дальше учиться, поступать в высшее учебное учреждение. Но потом возвращаться к нам. Потому что с первого курса они у нас играют в нашем камерном театре. С первого курса. Ну, те, кто постоянно следит за нашими эфирами, со Светланой Станиславовной, знают, что без вопроса о ремонте я ее никогда не отпускаю. Светлана Станиславовна. Ну, вот немножечко... Я каждый день езжу мимо училища и вижу, что штукатурочка-то обваливается. Как у вас там дела с ремонтом? Есть ли чем погордиться? И когда уже появятся деньги, чтобы на внешний вид облагородить? Ну, конечно, в этом году у нас также выделено финансирование на ремонт и работы. Вот сейчас мы запустили кровлю. Третий этап. У нас должны уже приступить в июне месяце и закончить в августе. Вот как только мы доделаем кровлю, у нас уже будет выделено финансирование на штукатурку. Но еще необходимо заменить некоторые витражные конструкции. Тоже необходимо выделить финансирование. Но я думаю, что это все в процессе. Сейчас все поэтапно мы распределили с департаментом культуры, как будет распланировано денежное финансирование. Поэтому я думаю, что светлое будущее у нас впереди. На этой оптимистичной ноте мы и закончим нашу программу. Светлана Боброва, директор училища искусств и ремесел имени Верещакина была в гостях у нас. Спасибо большое, Светлана Станиславовна. Удачи вам. Ну и, конечно же, веселые онлайн-дискотеки. Спасибо. Это была программа «Перекресток». Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok